В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложение, и не представляем жизни без интернета. Онлайн технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Например, я пишу этот текст на клавиатуре, и она кажется вопиюще большой и неуклюжей для современного уровня технологий. Очень скоро всем клавиатурам придется исчезнуть. То же самое произойдет с мышками и даже мониторами. Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало. Скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей. Эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей? Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность. Лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как ютуб, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях, рестораны почему-то не делают свои ютуб-каналы, а строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность. Найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи.